Трасса Амурска в минувшие выходные стала местом автомобильных баталий. Чемпионов определяли в четырех классах мощных машин, вручая награды чемпионата России и Кубка Сибадим. Лидером обоих заездов полноприводного класса Д1 стал новосибирец Вячеслав Чивотарев. На своей Хонде он без особых усилий выиграл две гонки, обойдя мячей Виктора Фабрициуса и Игоря Усова. Честно говоря, я надеялся на борьбу, а мяч сломался, наш новосибирец тоже сломался. В основном мне отец показал, что там отрыв. Я просто потихонечку доехал до конца. Что и стояла задача доехать до конца. Я даже не думал, что я выиграю. Я очень рад, что машины целые, ничто с ними не придется делать, потому что у нас сейчас очень насыщенный календарь автогонок. Проливной дождь внес в соревнования свои коррективы, но для спортсменов неблагоприятная погода только на руку. Единственный риск – сходы с дистанции, которые начались в гонках следующего класса. Десять приезжих пилотов разыграли призовые места в Д2 классике. Лидеры закрепились и не менялись после первой же гонки. Пилоты Ощепков, Крылов и Линых и разделили три награды. В самом зрелищном и многочисленном классе Д2 1600 соревновался титулованный автогонщик, министр спорта Омской области Александр Фабрициус. Когда свободное время есть и выезжают даже в другие города, нужно поддерживать, нужно показывать спортивный дух, спортивный уровень. Поэтому я считаю, что это очень здорово. По итогам 12 кругов он занял четвертое место, уступив бронзу омскому мастеру спорта Игорю Усову, который был в шаге от заветного второго места. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не доехал, чуть-чуть не допрыгнул. В большом спорте это чуть-чуть не считается, но не доехал. Несомненным чемпионом стал титулованный спортсмен из Екатеринбурга Владимир Норкин. На своей яркой ладе-калинии он был практически недосягаем для соперников. Кросс такой автоспор, что, знаете, контактная борьба, поэтому тут можно лидировать, и где-то могут подтолкнуть, где-то сам ошибешься. То есть тут все как бы на грани, скажем, поэтому тут, ну, в любом случае где-то переживаешь. Без этого не может быть, я же человек, все люди. Поэтому, ну, слава богу, все получилось. Машина в идеальном состоянии, помоем, поцелуем и вперед дальше. Через неделю следующий этап. В последнем классе Д-2 национальной заявилось больше всего пилотов из Омска. В итоге лучший результат по итогам 12 кругов показал Андрей Гирш. До восьмерки под номером 71. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова